Ну что, чуть-чуть меня, конечно, Александр опять умный повеселил относительно наших схем человеческих. Мы, по сути, не небожители, не боги, поэтому все у нас тоже человеческое. Написал, записал, вернее, он в видео, скажем так, ответ на то, что я записал по почитаниям и молитвам святым. Ну, красненько сейчас чуть-чуть покажу. И сам же на своих схемах и подорвался. Ну, значит, смотрите, мои дорогие. Я говорю, что в Откровении Иоанна святые пролились в чаши молитвы святых. На что он говорит, нет, они молятся Господу, а мы молиться не можем, только Господному. В общем, приводит цитату Откровения Иоанна Богослова 6.10. И возопили они громким голосом, говоря, доколе, владыка, святый и истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашей. Вот смотрите, здесь теперь логика, говорят, антиоксии надо читать и понимать. Но, во-первых, вы не понимаете, потому что у вас нет благодати стагодуха. Об этом я тоже запишу видео и об Огородце однозначно запишу, потому что так принижать Богородце, Матерь Божию, как вы, это вообще недопустимо. Но всё-таки вот к этому тексту святые рядом со Господом обращаются, владыка, доколе ты не мстишь на земле тем за кровь нашу. То есть они видят, простите за такой термой, они мониторят, что происходит. Отомстил им Господь, не отомстил. То есть они видят, что происходит на земле, просят отомстить за них. А теперь логика, всё элементарно. Если они просят Господа, чтобы он отомстил за них, наказал, попустил, может быть, для вразумления, то, естественно, они могут спросить о нас, о какой-то добром моменте. У врачей Господи, поддержи, помоги их. Логично? Логично. А как они, в том числе, об этом могут узнать? Или видя, или когда мы к ним обратимся? Понятно, что они сами святые помогают, а их святые молитвы, обращенные ко Господу, молитва праведника поспешистует, то есть исполнится, потому что её Господь принимает и исполняет. И ещё одно подтверждение тому, что они даже в аду переживают за нас, условно выражаясь, и просят святых праведников. Вспомните, Господь рассказывает причём о богаче и Лазаре. Когда богач очутился в аду, он увидел Авраама на лоне Авраама, рядом с ним Лазаре, и обратился, говорит, Авраам, пусть Лазарь, скажем-то моим братьям, воскреснет, что куда они могут попасть, если не исправить свою жизнь. Тоже ходатайствует, тоже просит, тоже знает, что такое молитва, это диалог, обращение. Авраам, кого будет потом просить, чтобы тот же самый Лазарь бы воскрес? Господа, вот вам и общение, вот вам молитва. Всё, храни Господь. Читайте в контексте. Субтитры сделал DimaTorzok